Спортели, спортили Спасибо, во-первых, что пришли Я сейчас так, ничего пока говорить не буду Фарфар нету, ничего не такого нет Мы свистнуть можем? Да, вот можем, да Дело в том, что сегодня техническое открытие Я пригласил вас, чтобы вы со мной вместе порадовались Действительно, это знаменательное событие Для нашей семьи, по крайней мере И, я думаю, для детворы, которые будут в этот зал приходить Спасибо, что пришли, спасибо, что порадовались Сейчас вот зайдем, посмотрите И там уже более такой площадка будет Где посмотрим, пообщаемся С вас позвоните, ребят Главное в нашем деле Не суетиться под клиентом Здравствуйте 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 Чик. Аплодисменты. Где было бы счастье, когда не счастье помогло, да? Вы все знаете, был у меня банк, где мы с Днем Васильевичем открывали. Днем Васильевича, кто это наш? Первый служенный тренер Кагестана. Вместе с этого года. Но, по сечению общая сеть, мне слышалось съехать из этого голоса. Мне съехать буквально в августе месяце этого года. 30 октября, ровно 30 лет назад в Еханнесбурге, так получилось, я стал, завоевал титул чемпиона мира. Это первое. А сегодня я даже знать не знал. Сегодня, оказывается, 30 октября. Это День тренера. Я вот, мой отец, мой тренер. Первый, настоящий, родной Геннадий Шаноприев. Вот сегодня Геннадий Юрьевич здесь с нами. Это старая советская школа бокса. Они даже в кепках похожи. И я бы хотел вас поздравить с Днем Тренера. Влад, тебя тоже. И все тренера, кто занимается воспитанием молодежи. С Днем Тренера вас. Здоровья вам. Удачи. Все хорошо. Я хочу подоставить слово Геннадий Юрьевичу. Дело в том, что он подсказал идею клуба. Идею, как все это обставлять, как дальше работать. И это человек, который в спорте. Самое-самое начинание нашего карьеристана. Геннадий Юрьевич. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Знаете, я, когда сюда шел, я вспомнил почти 30 лет боксерской карьеры, разумеется. Я пытался, да, сейчас спрашиваю. Ребята, есть ли у нас в стране спортсмен, у которого есть столько званий, регалий, столько достижений? Я думаю, близко даже мы не сможем найти ни в одном виде спорта. И, вы знаете, я недавно был в Ереване. Ну, наверное, любители бокса знают, есть такой знаменитый боксер-профессор, Артур Абрахам, вы его знаете, Абрамян. Виктор Чинян, чемпионы мира, один два раза, другой три раза. Вы знаете, в Ленинакане для Артура построил государство дворец бокса. В Ереване для Вика Дорчиняна построил дворец бокса. И сегодня, так сказать, это, знаете, запоздало и настолько, но он сам себе построил маленький. дворец боксер. Я думаю, что, вот, разговаривали, у нас государство, общественность, да, меценаты в огромном долгу перед Арзубеком. Это вот, наверное, я должен это сказать. И я считаю, что еще не поздно. Да, мы в свое время, я помню, я, Оскар Саланеков, старственный местный Мурат Саралинов, были у президента и выбили стипендию для олимпийских чемпионов. И вот я помню нашего великого боксера, с Моналиевым, так мы сделали стипендию. Я думаю, что, так сказать, пришло время, наверное, нам в общественности, да, в боксерской общественности, любителей, людей, которые не безразлично, сказать, ну, действительно, самые ярчайшие звезды нашей страны, сделать этот склад. Ну, а что касается самой идеи, я давно говорил, знаете, до пятидесяти лет работаешь на имя, после пятидесяти имя работает на тебя. Ты мог монетизировать свое имя еще две тридцать назад. Немножко задержался. Но лучше поздно, чем никогда. Я про сказы, я не буду деталей говорить, как распределить клуб, как это сделать, как сделать демонские прибыли, как привлечь спонсора в этом, за отдельная тема, с вашим менеджментом. Ну, и мы рядом. Мы, естественно, скажи, будем помогать. Ну, так, чтобы, сказать, со старта, ну, считайте, что вот, не считайте, а мы вот на открытии вам дарим 200 тысяч. Да, приобретите там что-то нужное, что вы захотите. Ну, и, конечно же, с сегодняшнего дня, в Арзубек, вы становитесь почетным, пожизненным членом коровым клубом. Я тебя поздравляю. Это еще 120 тысяч. Добрый путь. Большое дело. Красивое дело. Полезное дело. Нужное дело. Я очень буду рад, если через несколько лет вы придете скажете, можно проспансировать на чемпионат мира нашего лучшего маршрута. И мы здесь удовольствия ждем. Спасибо. Хорошо. Геннадий Юрьевич, можно вас сюда тоже? Это вот, это халифей, халифей советского, можно сказать, да? Геннадий Юрьевич меня нашел. Геннадий Юрьевич, это питерский человек, это другой бокс, это бокс интеллектуальный. Потом, когда я уже подрос, во-первых, тогда как раз было очень тесное сотрудничество в Киргизии и Санкт-Петербурге, когда еще Ленинград. И вот с тех самых пор, в 80-е годы, мы познакомились и уже почти 40 лет, когда я сборная была, Геннадий Юрьевич там был, мы очень тесно общались и я получал уже другой опыт виртуально. Здесь мне Геннадий Юрьевич дал наш, киргизский, задор, все. А вот здесь у мамы добавлял уже сборная Советского Союза. Я вам хочу дать слово двум этим халифеям. Папе моему, в первую очередь. Потому что это папа, действительно папа по жизни. Человек, который меня научил думать, научил брать то, что неправильно лежит. Я не брать то, что не твое. Ну что мне хочется сказать. Я пришел во дворец сегодня. После нашего зала, в котором выросли Арзебек, в котором выросли пацаны. Это дворец. Это невозможно здесь чего-то не вырастить. Тренерам, которые будут здесь работать, это просто сказка. Поэтому, ну что желать? Желать одно, чтобы Арзебек здоровье хорошее, чтобы этот зал, пацанами кишил, как говорят, полностью был, всем залом дал фон. Поэтому, дай Бог, мастеров спорта, чтобы не забывали, что такое мастер спорта готовится, чтобы это, это есть наша работа, это есть наш труд. Поэтому, я считаю, что в таком зале международники нужно быть только. Поэтому, я хочу молодому тренеру сделать подарок. Счастья и здоровья. Во-первых, хочу поздравить лично Арзебека Назарова с открытием зала, именного зала. Достойно он своего именного зала. Я его знаю с детей. Помню, познакомились с ним еще в Кишиневе, первенство страны, юношей было. Он тогда выиграл первенство страны, первенство Советского Союза. Такой бокс очень хороший показал. И потом на протяжении многих-многих лет в составе разных сборных Советского Союза и юношеской, и молодежной, и уже взрослой потом, мы как-то двигались вместе со своими учениками. У меня были свои ученики. Ну, и в том числе Арзебек тоже был в этой команде все время. Ну, что я могу сказать. Он, во-первых, отличался умом сообразительно. У него, как он сказал, всему этому научил его личный тренер. Была очень приличная школа, я имею в виду боксерская школа. И использовал он ее, и применил, я считаю, на все 150 процентов, став и чемпионом Советского Союза, и впоследствии лидером сборной Советского Союза много-много лет, а потом и чемпионом мира среди профессионалов. Одним из первых. По-моему, вторым пол. Да, вторым пол еще. Первый в Азии. Да. Первый азиатский, да. Первым представителем Советского Союза стал. Я еще раз хочу поздравить и всех присутствующих, и пожелать этому залу действительно хороших рабочих, творческих успехов, чтобы тренерский состав работал с душой и отдавался этому делу. Я думаю, под руководством Арзубека все будет как надо здесь двигаться, и здесь будут чемпионы. Новые чемпионы, гердители, звезды и бокса мирового. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дима Бивов с нашим Генеем Юрьевичем, да, они часто сейчас приезжают, тренируются, но и локация теперь такая рядышком получилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Будем использовать. Используйте, все. Дух чемпионский пускай сразу с первых действий приходит. И он уже здесь. Он здесь есть. А теперь молодой поколение должно прийти. Я там вкладываю свою душу. Я душу тебя вложил. Поэтому зал всегда открытый. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, это можно превратить их в традицию, То, что у нас борцы сейчас, есть залы, которые называются именами борцов. И можно открывать залы. И не надо ждать, пока с человеком что-то случится. Обычно называют залы памяти кого-то. Почему бы и нет? Поэтому боксерский клуб. Конечно, приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У нас, конечно, у нас огромная история хрызовского бокса есть. Можно позавидовать даже другим странам. Чтобы дома было, чтобы здесь не ночевал, иногда домой тоже ходил. Ночевать в лад будет здесь. А, все, в ладу еще во втором тренировке на ладу. Вот, почетный консул Хабаровск. Наш друг, временами, в боксе помогает самому вальболисту. Чайский фряжный вальбол. Самый дешевый, когда мы приезжаем в Хабаровск, встречает, помогает ребятам, уделяет внимание. И вот сегодня прилетел как раз по хорошему поводу. Спасибо. На самом деле, очень горд, что я знаком с Хабаровиком. Когда я на Дальнем Востоке представляю спорт, я всегда горжусь, всегда пример ставлю. Мне очень приятно, что у меня есть такой земляк. И всегда, когда приезжают на нашу регион, Сахалин, Хабаровск, мы помогаем максимально буквально и морально, и так. Для того, я сегодня хочу поздравить тебя. Думя правдиками, 30 лет, наша гордость, да, 90-летний год, это была девушка. И с вами, в общем, это было 20 лет. Это было бы, понимаете, для нас с собой. И сейчас открываешь клуб, пусть это жутко, и приносит радость нашим ученикам успехов в мире. И твоей семье, конечно. А мы как можно в Хабаровске поддержаем. Спасибо.